Приметы про рассыпанную случайную соль известны абсолютно всем. Давайте узнаем, чего стоит ждать, если вдруг на пол или на стол просыплется сахар, а также, как его стоит убирать. Если рассыпался сахар на столе. Чаще всего сахар случайно рассыпается на столе, когда вы кладете себе в кружку пару ложек. В первую очередь это сулит о финансовом благополучии и решении имеющихся материальных трудностей. Также это может означать приобретение в ближайшее время заветной покупки, на которую до этого не хватало денег. Если кто-то из членов семьи вовсе опрокинул на стол сахарницу, то не нужно расстраиваться и ругаться. Согласно примете, вы можете ждать повышения заработной платы и общего уровня дохода. Вы будете стабильны в финансовом плане. В личной и семейной жизни настанут приятные перемены, которые принесут счастье, спокойствие и теплые воспоминания в дальнейшем. Молодоженам случайно рассыпанный на стол сахар сулит крепкий брак. А уже давно состоявшимся супругам новый виток в отношениях и вновь вспыхнувшую страсть. И если рассыпали сахар на полу. В некоторых случаях сахар просыпается из емкости, когда его не успевают донести до нужного места. Согласно примете, это сулит приобретение чего-то дорогого и ценного. Если в вашей жизни в течение долгого времени случаются проблемы и сложные ситуации, то случайно рассыпанный на полу сахарный песок говорит о положительном их разрешении. Также, согласно народным поверьям, это говорит о денежном прибавлении в семье и скором материальном благополучии. Если в семье происходят частые споры и конфликты, то рассыпанный на пол сахар указывает на дальнейшее примирение, крепкие отношения и мир между супругами. Не жалейте разлетевшуюся на мелкие кусочки сахарницу. Она сулит благополучие, успех и достаток, а также большие денежные поступления. Если сахар рассыпался рядом с дверью. Случается, что пакет с сахаром рвется перед самой дверью и рассыпается возле нее на мелкие кристаллы. В первую очередь, это говорит о приходе в дом желанных для вас гостей, которых вы давно не видели. Если же сахарный песок попал напрямую в ваши ботинки, то это сулит возможную поездку в отпуск или командировку. Если кристаллы сахара в большей степени попали на коврик возле входной двери, то ожидайте скорого ремонта, о котором давно мечтали. Если вы встали в рассыпанный у двери сахар, то вас ждут большие положительные перемены в жизни. Это может быть новое романтическое знакомство, дружба с приятным человеком или создание крепких отношений с вашим избранником. Если сахар рассыпала женщина. Также существует разница в том, кто именно случайно рассыпал сахар. Если замужняя женщина опрокинула сахарницу на кухне, или у нее порвался пакет с сахаром, то это сулит ей финансовую независимость. Рассыпанный подсластитель возле входной двери говорит о скором возвращении супруга из дороги. В случае с опрокинутой ложкой сахара во время семейного обеда женщине стоит ждать небольшой ссоры с избранником, но затем дальнейшего примирения и вновь вспыхнувших страстных чувств. Одинокой девушке рассыпанный сахарный песок сулит скорую встречу со своим суженным, с которым она построит крепкие отношения. Между возлюбленными будет прочная связь, страсть и уважение друг к другу. На правильный выбор будущего супруга укажет молодой невесте случайно опрокинутая сахарница или разорванный пакет с сахаром. В таком случае она точно может быть уверена, что нашла подходящего ей человека для создания семьи. Если сахар рассыпал мужчина. Женатый мужчина, рассыпавший сахар, может ждать прибавки к заработной плате или удачную сделку в бизнесе. И если он в скором времени должен побывать на собеседовании, то оно пройдет успешно. Холостым юношам разбитая сахарница, а также просыпанный из пакета или с чайной ложки подсластитель сулит новое знакомство с красивой и порядочной девушкой. Особенно стоит обратить внимание, если кристаллы попали на подошву обуви и прилипли к ней. Это означает, что избранница идеально подходит для серьезных отношений и ей следует предложить свою руку и сердце. В таком случае мужчина будет ждать с ней светлое и счастливое будущее. Как убрать сахар? Также стоит обратить внимание на то, что же делать с рассыпанным случайно сахаром. Если вы соберете его в совок и вымойте после этого пол, то всех положительных примет в будущем можете не ждать. Таким образом, вы собственноручно выкинете в мусорное ведро свой финансовый достаток, успех, удачу и семейное благополучие. Такими действиями вы просто лишаете себя исполнения желаний и заветных мечтаний в жизни. Нужно аккуратно собрать сахар при помощи светлой чистой ткани или бумаги. Затем заверните его в пакет, чтобы он не просыпался снова. Вынесите все на улицу и высыпите кристаллики сахара на землю под красивое дерево. Если этого сделать не получится, то поместите сахар в горшок со своими комнатными растениями. В обоих случаях вы таким образом сможете сохранить достаток, процветание и благополучие в своем доме. Радуйтесь, если кто-то в вашей семье просыпал сахар. В любом случае, это будет означать положительные изменения в вашей жизни. Одинокие люди могут рассчитывать на новые отношения, а между супругами вновь вспыхнет былая страсть. Исполнение желаний с помощью сахара. Сахар является эффективным магическим инструментом для исполнения заветных желаний. Хотите поскорее повстречать своего принца на белом коне? Тогда проведите простой ритуал. На листе бумаги опишите своего желаемого возлюбленного. Внешность, характер, пожелания и прочее. Затем это послание поместите в банку с сахаром таким образом, чтобы кристаллы полностью покрыли лист бумаги. Если вы уже состоите в браке и встреча с ужином не является для вас актуальным желанием, то вы можете попросить о финансовом благополучии. Напишите свое желание на листе бумаги и проделайте те же самые манипуляции. Еще лучше, если вы положите в ту же банку с листом и сахаром купюру для привлечения финансового благополучия. Любопытные приметы от наших предков. Наши предки наделяли сахар магической силой. Если соль всегда ассоциировалась с какими-то негативными событиями, то сахар исключительно со сладкой жизнью. Считалось, что если в доме пустая сахарница или вовсе отсутствует сахар, то можно накликать на себя большую беду. Так что рекомендуется на всякий случай впрок приобретать данный продукт. Также считалось, что сахар мог устранить небольшие недуги, например, головную боль. Для этого нужно было положить кусочек сахара на лоб и полежать так полчаса, пока боль не пройдет. Когда молодые девушки гадали на суженных, то клали кристаллик сахара под подушку, чтобы жених явился во сне. Утром сахар выбрасывали. Энергетическая чистка. Считается, что сахар способен нейтрализовать негативную энергетику в доме. Первые признаки порчи – это когда домочадцы болеют, а в семье часто случаются ссоры и скандалы. В таком случае нужно просто разбросать по углам квартиры три столовые ложки сахара. Если нужно привлечь любовь, тогда это же количество сахара нужно рассыпать по углам в спальне и оставить на ночь. На следующее утро нужно аккуратно собрать сахар, вынести его на улицу и высыпать кристаллики на землю под красивое дерево. Или поместить собранный сахар в горшок со своими комнатными растениями. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия! Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку!